Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Ну, вы знаете, что моя профессия изготовления самозаточных тяпок. Ну, а у Марсика профессия изготовления марсинят. Скажу, ну, по секрету, что это не по секрету, а по секрету про Марсика скажу. А суть в том, что позавчера Герда родила марсинят. А вчера, ну, был маленький сабантуйчик. Собрали гостей, отметили это дело. И вот что хочу сказать по секрету. Ну, Марсик себя немножко чувствует не очень. Потому что, ну, сами понимаете, гости, соблазн, шашлыки. Вот, и он немножечко страдает. Вот, сейчас пойдем посмотрим, где он там, этот Марсион и Марсика. Но он лежит. Вчера были гости. Жарили шашлыки. Марсику там надавали косточек. Вирику тоже. Ну, лили как-то бодрячком. А Марсик расслабился от шашлыков. Переваривает. Вчера ему накидали гости. А сегодня Марсион переваривает. Храпеет. На Штаты. Пойдешь гулять? Да, какое-то. Ну, пойдем с Лириком тогда. Ладно, лежи, отдыхай. Переваривай. Ну, Лирик, тогда пошли мы с тобой покажем, как мы работаем в саду. Может быть, кто-то подумает, что я только хожу по саду и показываю, как красиво все. Нет, мы вот с моим помощником Сережей каждое дерево формируем, чтобы оно правильно росло. Вот получилось так. Подойди сюда. Вот видите, она, вот эта ветка, снимите, вот она соприкасается с этой. Это вот два дерева, два клёна. Клёны геннала называются. Они желтеньким потом цветут осенью. И вот она, видите, ветка куда пошла. И вот мы вдвоем, отойди-ка дальше, сейчас. Вот мы пытаемся эту ветку направить, вот так, по-моему, да? Видно? Вот только ко мне. Вот так вот, да. Найти место, куда шнур правильно подрезать, вот так. Вот, чтобы она ушла от тополя, чтобы она не соприкасалась вот к этой ветке. Вот так вот, мы забиваем колышек, натягиваем ее. И теперь она свободно уходит туда. В небо. А эту маленькую веточку, вот она, вот, которая, вот, видишь, вот цепляется теперь. Вот она. Мы ее уберем или подвяжем. Дадим свободу дерева. В общем, за каждым деревом мы смотрим. Каждый, даже вот эти вот, они разрастаются и падают на землю. Мы их подвязываем. Вот специально здесь такая вот веревочка, проволочка, алюминиевая в оболочке, чтобы не портить дерево. И вот он, кустик. Получается красиво. Вот покажи все кустики. Они оформлены. Над каждым деревцом стараемся его направить. Вот еще ленкаранская акация. Она тоже падает в стороны. Мы его, вот, связываем. Специально подкладываем такие вот резиночки, чтобы не передавить ствол. Вот, поэтому над каждым кустиком, над каждым деревом мы работаем. Вот, я лично работаю и подвязываю, и секатором обрезаю деревья. Но мне одному тяжело, поэтому у меня есть помощник Сережа. Вот я покажу его. Сережа. Вот он у нас такой Сережа помощник. Он уже пять лет со мной в саду. Ну, почти сначала. Он все знает. А вообще было и до восьми человек. Вот, когда мы этот участок весь обустраивали, здесь работало и до восьми человек. Вот эти все дорожки. Конечно, это же они не сами легли. Вот. Сережа, он только... Ну, как только. Он и дорожки клал. Все. Ну, в основном, вот, видите, у него в руках секатор. И он занимается тем, что ухаживает за всем этим огородом. В мое отсутствие, конечно, надо то полить там, шланг куда-то переставить. То воды добавить в озеро. Я один не управляюсь. Естественно, я говорю правду, что одному такой сад не потянуть. Но летом иногда я бывает и с работы даже беру ребят. Двоих, троих. Мы начинаем бороться с большими деревьями. Вот такие вот, как... Вот это дерево, конечно, его один не обрежешь, не залезешь туда. Мы ставим трехъярусную лестницу и залазим на самый верх. Там обрезаем, подвязываем, формируем. Вот все деревья, видите, мы их обрезаем, чтобы они уходили вверх. Иначе они загустятся здесь снизу. Это вот акация обыкновенная. И вот акация. И здесь, особенно вот эти сумок, я сейчас подойду. Вот они, высокие, большие. Здесь, конечно, мы работали даже вчетвером. Двое держат лестницу, один наверху, а другой подает секатор, пилочки, все. Вот эти вот, видите, деревья? Это очень большие, высокие. У них уже высота где-то больше восьми метров. Как туда залезешь один? Ну, надо страховка. Поэтому я не просто хожу по саду, я еще и работаю. И для чего этот сад мне нужен? Для того, чтобы выжить в нем. А потом, конечно, можно посидеть и на вот этом стульчике отдохнуть, посмотреть на воду. Я это люблю, но очень редко сижу. Все подвязываем, все растягиваем. Некогда сидеть. Лечим их деревья, мажем садом, варом, удобряем. Поэтому сад требует уход большой. Здесь очень много работы. Есть, конечно, участки, где работает Виктория. Вот это ее сад, огород вернее. Здесь она уже хозяйка. Здесь она сажает. Она любит, знаете, как посадить капусту. А среди капусты цветы. Вот такой вот у нее дизайн свой. Ну, красиво, мне нравится. Конечно, я контролирую, направляю работу. А как же без меня? Я слежу, чтобы она не сорвала спину, чтобы не упала в грядку. Зато потом, какая красота получается. И урожай какой отменный. Все супер-пупер. Вот так участок выглядит летом. А этот метеорит упал и лежит здесь. Как его отсюда убрать? Ну, пусть лежит. Их два упало. Начало один грохнулся, а потом второй. Вот он. А если бы я тут сидел бы, лежал бы, вот на этом лежачке, а он бы на меня хлоп, и я бы остался под ним. И никто бы не узнал, где могилка моя. Даже не хочется разговаривать. Птички поют. Лучше пусть они за меня скажут. Они песню о любви поют. Слышно, пчелки? Трудятся. Ну, все, иду домой. Я просто на перерыв приезжал домой, работа рядом. Я приезжаю. На 5-10 минут приеду, похожу по саду, заряжаюсь энергией и на работу тяпки делать. Самозаточки. Поэтому они такие хорошие получаются. Тяпки. Потому что такой заряд позитива. В саду походишь и хочется делать, 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 чтобы они были все самозаточнее, самозаточнее. Вчера звонит одна знакомая, говорит, у меня тяпочка поломалась ваша, 15 лет назад я ей давал. Я говорю, да это же давно. Она говорит, вот за все 15 лет я ее ни разу не точила. Она просто поломалась. Ну, отлетело. Крепление от полотна. Надо будет ей подарить еще новых тяпок. После того, что технологии поменялись, тяпки стали более лучше. Но они первые были хорошие. 15 лет ни разу не точила. Это, конечно, достижение. А вон он, наш лежебок, а лежит. Переваривает шашлыки. Тяжело ему. Вчера ему надавали гости. Он накушался. Даже глаз не открывает. Ну, открой глазки хочешь. Человечеству хоть покажись, что ты есть, что ты тоже, бывает, ленишься. Я тебе перехвалил, сказал, что ты коммуникабельный, что ты всегда легкий на подъем, а лирик нет. Вот и перехвалил тебя. Сегодня лирик ходил со мной в сад, а ты нет. Что? Мяско переваривается. Ну да, наелся вчера. Сколько мог и сколько ему давали. Думаю, попробовать этот эксперимент. Дать ему еды. Сколько он сможет съесть. Больше своего веса съест, интересно? Наверное, съест. А вот и лирик вернулся из сада. Ну что, в будочку пойдешь? Иди. Там прохладно. Вчера гости были, так он отвязался и на колени прыгал, и чтобы его погладили, ко всем. Показал там класс, короче, ну ругать же не будешь при гостях. И он всем колготки порвал, женщину, к мужикам лез и на колени, а с коленей потом на стол. Я два раза замечал, ну гости же думают, что у нас тут так заведено, что собаки по столам ходят. Ну, конечно, это только для съемок было один раз. Ну, а вчера он отвязался немножечко. Ну что, бывает, конечно, не без этого. А нос-то? Нос-то? Сморщил. Марсюн. Что ты так? Ну, открой глазки хоть. Ну что ты? Тяжко, да? Может, тебе там налили гости? И ты тут с похмелья мучаешься. А? Марсюнчик. Эй! Алло! Что, признавайся, налили? Может, тебе пивка принести? Там у нас осталось. Принести, Марсик? Охом повел. Ну, принесу. А тут вон, шашлыки лежат, куски. Это что уже, не лезет, что ли? Это называется предел, да? Кусочки лежат, тебе кидали. То вы все находите, даже в траве. А тут вот. Понял. Ну, наконец-таки я хоть увидел твой предел. Оказывается, ты больше своего веса не можешь съесть. По скриптам. Ну, слово закончено. Это мне не нравится. Просто приостановим, да? Марсюн. С вами был Марсик, Александр Док и Лирик. Лирик только. Вон, нож свой покажет. Лирок, ну, покажи ей хоть что-нибудь. Видно? Видно, он нож торчит. Видно, ну, всем пока. Второй по скриптам. Марсика все-таки пробудилась совесть. И он решил проснуться. Открыть глазки. Вот. И передать всем привет. Ну, как ты будешь передавать привет? Сейчас он разомнется. Ну, Марсюн, что? Что? Ну, расскажи, как вчера. Хорошо было? Погуляли? Да? И Лирику косточек досталось. И тебе. Ну, вот. А то невежливо так. Я тебя снимаю, а ты лежишь. Глазки закрыл. Да?